Ну что, друзья, всем еще раз доброго времени суток. Меня зовут Владимир Хигай и давно пожаловать на маркетинг-план Атоми без маркетинг-плана Атоми. Сегодня мы не будем говорить на, может быть, непонятные термины, различные технические подробности. Мы сегодня захватим основы маркетинг-плана Атоми. Что же такое компания Атоми? Заработок, факты, неиспоримые преимущества и нюансы. АК – подводные камни. Ну что, поехали. Для начала я хочу ответить на вопрос, как создавался маркетинг-план Атоми. Маркетинг-план Атоми создавался из идей, которая описывается в принципе, отвечая на вопрос, что же такое сетевой бизнес. Сетевой бизнес в теории – это возможность для каждого человека добиться успеха и изменить свою жизнь. На практике мы же имеем то, что практически невозможно найти такую компанию, где каждый мог бы добиться успеха. Встретившись с такой проблемой, председатель нашей компании решил как раз-таки создать такие условия, чтобы каждый человек мог добиться успеха. Не чтобы богатые богатели и бедные беднели, а чтобы, несмотря на то, какие есть возможности, какие начальные исходные условия у человека, чтобы он мог добиться успеха. И наш маркетинг-план построен таким образом, то, что больше именно новичкам. И чем дальше, тем больше мы замечаем, как идет тенденция более комфортных условий для работы новичкам. При этом топ-лидеры компании, которые находятся с момента основания, они достигают определенного предела. И в любой другой компании, из всех которых я знаю, наоборот, топ-лидеры могли бы зарабатывать все больше и больше. То есть, чем дальше развивается компания, чем дальше растет структура, тем больше заработок. У нас же не так. Заработок распределяется абсолютно честным, равномерным способом по определенным процентам. Об этом мы сегодня поговорим в некоторой степени чуть попозже. Так что основная идея, которая была заложена при создании нашего маркетинг-плана, это возможность для каждого человека зарабатывать хорошие деньги и изменить свою жизнь. То есть, возможность для каждого стать богатым. И давайте начнем с основ. Основы маркетинг-плана Atomi. Что же такое Atomi? Atomi – это клубный интернет-магазин, в первую очередь. Что это значит? Для того, чтобы зарегистрироваться в нашем интернет-магазине, необходимо приглашение от человека, который уже зарегистрирован. То есть, это и подразумевается под словом «клубный». То есть, мы как закрытый клуб, в который очень легко вступить. При этом нет никаких членских взносов, не надо за что-то платить. Вступление абсолютно бесплатное, но только по приглашению. То есть, через человека, который уже зарегистрирован. На сегодняшний момент на корейском сайте ассортимент продукции более 500 товаров. Основные направления – это красота, здоровье, личная гигиена, бытовые товары, продукты питания, текстиль и другое. То есть, вот это основные направления, которые есть на корейском сайте. В 23 странах также представлены свои сайты локальные, в 22 странах. Есть свой ассортимент, своя продукция, меньше, чем в Корее, но этот ассортимент пополняется. Некоторые товары, которые есть на корейском сайте, они только для местного корейского рынка. Но, так или иначе, основные флагманы компании, самые ходовые и самые прибыльные – это в первых трех разделах – красота, здоровье, личная гигиена. Эти три раздела в каждой стране, где открывается компания, где открывается свой интернет-магазин, со временем пополняются. Это данные на июль 2022 года, то есть на сегодня. У нас в компании, когда вы регистрируетесь, когда вы вступаете в наш клубный интернет-магазин, вы становитесь абсолютным равноправным членом нашей компании, как дистрибьютор, так и потребитель. То есть, это два в одном. И у вас появляются две ветки, то есть у нас бинарная структура. Что значит две ветки? Значит, под вами может развиваться только две ветки – левая, правая. Первые два человека, которые регистрируются под вас, они как раз и формируют эту левую ветку. Первый, кто зарегистрировался под вами, он становится слева. Второй, кто регистрируется под вами, он становится справа. Теперь под вами больше никого регистрировать нельзя. Что значит регистрировать под вами? Когда происходит регистрация, последний этап регистрации – это указание того человека, под которого встает новый человек. То есть вы приглашаете нового члена в наш закрытый клубный интернет-магазин через человека, который уже зарегистрирован. И новый человек, новый участник встает под него, либо влево, либо вправо, таким образом формируя левую ветку или правую ветку. Все последующие регистрации уже идут под этих двух людей, тот, кто слева и тот, кто справа. Аналогичным образом, под каждого человека можно только двух зарегистрировать. Но это не значит, что под каждого человека надо регистрировать по два человека. Есть определенная стратегия построения структуры, мы сегодня об этом говорить не будем. Но я всем очень рекомендую посмотреть наше видео на нашем YouTube-канале. Оно длится всего 7 минут, где я наглядно объясняю стратегию построения. Почему строить структуру нужно именно так. Это обязательно. Так вот, у нас две ветки, все очень просто. Не 50, не 10, две ветки. Левая, правая. Таким образом, у вас формируется команда слева, команда справа. Либо просто потребители слева, потребители справа. Можно сказать, отдел продаж слева, отдел продаж справа. Так, двигаемся дальше. У каждого продукта в нашем интернет-магазине есть цена и есть PV. Цена – это понятно, да? Цена, она и в Африке цена. Что же такое PV? PV – это некая внутренняя валюта, можно так сказать, которая олицетворяет прибыльный товарооборот компании. И через эти PV идет весь математический подсчет, кто сколько зарабатывает. Мы сегодня тоже подробно не будем раскрывать, что такое PV, как идут подсчеты. Просто для вашего понимания. Когда вы смотрите на каждый товар, у него помимо цены есть определенное количество PV. Именно через эти PV идут все подсчеты. Кто сколько зарабатывает, кто чего заслуживает. Я не знаю, слышите вы или нет, но сейчас наша подбиварка будет с нами общаться. Итак, таким образом, все покупки вашей левой ветки и вашей правой ветки формируют групповой товарооборот. Заметьте, здесь я использую слово именно покупки, а не продажи. Потому что наш бизнес – это бизнес не продаж, это бизнес покупок. Есть большая разница. Чем продажи отличаются от покупок? Продажи – это то, что делаете вы, как продавец. Покупки – это то, что делают покупатели, как покупатели. И здесь как раз-таки бизнес построен на том, что люди покупают, а не на том, что люди продают. Может показаться, что разницы практически нет никакой, но на самом деле это основная фундаментальная разница нашего бизнеса от других компаний. Итак, получается, все покупки, абсолютно все покупки людей, которые у вас находятся в левой ветке или в правой ветке, они формируют ваш общий групповой товарооборот. И из этого группового товарооборота идет подсчет основного вида вознаграждения. Возвращаемся к этой теме. То, что наш бизнес – это не бизнес продаж, а это бизнес рекомендаций и покупок. У нас бизнес строится за счет рекомендаций. То есть мы сами что-то купили, мы попробовали, нам понравилось. Мы рассказали друзьям, знакомым, порекомендовали. Они регистрируются бесплатно, тоже покупают, пробуют, им нравится, и они рекомендуют дальше. То есть таким образом работает наш бизнес. Другими словами, у нас основная задача – это построение сети потребителей. Если посмотреть на другие сетевые компании, на все, которые я знаю, суть бизнеса в тех компаниях – это построение сети дистрибьюторов, то есть построение сети продавцов, людей, которые смогут именно продавать, совершать активные продажи, объяснять, почему нужно покупать. У нас же нет такой задачи, что нужно объяснять людям очень долго, почему надо покупать. Мы рекомендуем, мы советуем, основываясь на своем опыте, на своих знаниях. Люди пробуют, покупают, им нравится, и они также делятся, как сарафанное радио. То есть это основа нашего бизнеса, на чем бизнес строится. И бизнес строится именно на сети потребителей, а не на сети дистрибьюторов. Конечно, без дистрибьюторов сеть потребителей тоже не может быть построена. Для бизнеса важно, чтобы были и дистрибьюторы, и потребители. Дистрибьюторы – это как раз-таки люди, которые приводят больше потребителей. Но здесь в чем еще нюанс? То, что потребители вырастают в дистрибьюторов, иногда сами того не замечая. Человек просто пользуется продукцией, она ему так нравится, что он просто рекомендует другим людям, и сам уже не замечает, как со временем, через год, через два, у него начинает расти большая структура, и начинает идти уже заработок. И игра. Игра – это элемент геймификации, превращения определенных правил, определенных нюансов в игру. И наш маркетинг-план, по большому счету, это игра, в которой есть определенные правила, в которой есть игроки, какие-то определенные условия. И в маркетинг-плане есть несколько терминов. Мы сегодня их не будем затрагивать, чтобы сильно голову не забивать. Но я всем рекомендую разобраться в маркетинг-плане. Для этого у нас на канале есть семь отдельных видео, где я по кусочкам объясняю подряд, по порядку, аспекты маркетинг-плана компании Atom. Так, ну, это основы. То есть, получается, клубный интернет-магазин, есть сцена, есть PV, есть у вас две веточки. Все люди, которых вы регистрируете, и все люди, которых регистрируют люди, которых вы зарегистрировали, и даже иногда люди, которые регистрируют людей, которые выше вас находятся, под вас, и у вас таким образом растет структура, все эти люди находятся в вашей структуре. Все, что они покупают, идет в зачет, в учет вашего группового товара оборота, и из этого группового товара оборота высчитывается основной вид вознаграждения. Один из двух основных видов вознаграждения. Так, идем далее. Давайте поговорим о заработке. Сколько же здесь люди зарабатывают? Для начала давайте рассмотрим империал мастеров. Империал мастер – это максимальный титул, максимальный ранг, который можно добиться в нашей компании. То есть это топ-лидеры компании. Они зарабатывают более миллиона долларов в год. То есть от империал мастера к империал мастеру там бывает по-разному. От одного максимум посчитать… Максимум 4 миллиона. Но 4 миллиона, наверное, никто не зарабатывает. В среднем 1-2 миллиона долларов в год – это заработка империал мастера. И давайте наши спонсоры, наши прямые спонсоры, кто знает Талию и Мумбьема, заработали около 407 тысяч долларов за 2022 год. По среднему курсу за 2021 год. Позавчера у нас была встреча с нашими спонсорами, и я видел налоговую отчетность. Где было указано, сколько денег они получили за 2021 год. 489 миллионов вон. По среднему курсу за прошлый год – это около 407 тысяч долларов. Лично мы с Микой, Мика – моя жена, заработали около 250 тысяч долларов за 2021 год. Наша команда заработала более 3 миллионов долларов в год в целом. То есть мы не считали доход каждого человека точно, но в целом, оценив среднее количество лидеров, количество автомастеров продаж, количество людей, которые имеют определенный годовой доход, примерная оценка, что более 3 миллионов долларов заработала наша команда в целом. И такая цифра уже более понятная. На сегодняшний день в Казахстане более тысячи человек зарабатывает более тысячи долларов. Выйти на заработок в тысячу долларов – это один из самых сложных этапов нашей компании, потому что начальные шаги – они самые сложные. Когда человек уже стабильно зарабатывает более тысячи долларов в месяц, дальше идет уже рост, как правило. И за три года – это очень замечательный результат, потому что если за три года уже более тысячи человек зарабатывают более тысячи долларов, через три года они будут зарабатывать уже более 3-4 тысяч долларов в месяц. А у каждого из них будет по несколько человек, которые зарабатывают более тысячи долларов, и это будет расти. Почему? Мы вот как раз дальше рассмотрим, как это все работает. Не как это работает, а почему это работает. У нас сегодня главная задача – разобраться, почему маркетинг-план Атоми работает. Как он работает, вы можете узнать, посмотрев мои 7 видео на нашем YouTube-канале. Итак, почему же он работает? Для начала, прежде чем перейти к почему, я хочу озвучить три факта. Просто факта. Первый – мы номер один в Южной Корее. То есть в своем сегменте мы номер один в Южной Корее. И это огромное достижение, потому что сколько себя Южная Корея помнит в плане сетевого бизнеса, здесь одна компания была номер один. И никто не мог к ней близко подойти. Мы эту компанию с первого места сдвинули. Теперь мы на первом месте. Здесь график роста регистрации в Атоми и график роста регистрации других топ-компаний в Южной Корее. То есть если взять топ-5 компаний, MLM-компаний, то вот примерно так график роста выглядит. То есть в других компаниях роста практически нет. Но это не значит, что не приходят новые люди в эти компании. Новые люди постоянно приходят. MLM не может развиваться без притока новых людей. В чем отличие здесь главное? То, что люди приходят в компанию, люди уходят из компании. Поэтому общее количество людей не растет. Количество участников нашей компании растет постоянно. Здесь немножко старые данные, но эти данные продолжают расти. Почему? Потому что люди, которые приходят в нашу компанию, они не уходят из нее. То есть нет никаких особых причин, чтобы уходить. Наша компания на очень лояльных условиях работает со всеми своими участниками, ничего практически не требуя взамен. Человек, который приходит, ему нравятся продукты, у него нет никакого смысла уходить из компании. Потому что он покупает продукцию для себя, потому что она ему нравится, без каких-либо дополнительных затрат. А зачастую, наоборот, даже экономятся деньги. И еще один факт. Мы топ-10 в мире. То есть если мы номер один в Корее в своем сегменте MLM, то мы в мире топ-10. То есть это тоже огромное достижение, то, что мы вышли в топ-10. Если в прошлом году мы были в топ-11, в позапрошлом году в топ-16, в позапрошлом в топ-20, то по итогам 2020 года мы в первые десятки. Это тоже огромное достижение. И третий факт. В нашей компании непрерывный рост. Если посмотреть на рост товара оборота компании, каждый год он растет, растет, растет и растет. Открываются новые страны, открываются новые филиалы, товарооборот продолжает расти. Почему? Потому что у нашей компании есть неоспоримые преимущества перед другими MLM-компаниями. И давайте мы рассмотрим несколько из них. Первое. То, о чем я уже сказал, то, что у нас нет обязательств. Нет никаких членских взносов, нет каких-то обязательных пакетов, нет автошипов. Автошипы – это когда вам необходимо определенное количество за каждый какой-то отрезок времени покупать определенное количество товаров. То есть, например, каждый месяц покупать на 100 долларов товаров, или каждые три месяца покупать на 1000 долларов товаров. Нет членского взноса, это значит для регистрации вам не надо платить никому ничего. Зарегистрировались абсолютно бесплатно. Если вы за что-то платите, то только за ту продукцию, которую покупаете для себя, при этом без каких-либо наценок. У нас одна цена для всех. То есть, вы, новые потребители и империал-мастера, топ-лидеры компании, все покупают по одной и той же цене. Одна цена для всех. Нет никаких наценок. Ну, и в принципе, нет никаких обязательств. Думаю, здесь все понятно. Единственное условие, чтобы ваш аккаунт жил, необходимо раз в год совершать какую-либо покупку. Но если вы за год не совершили никакой покупки, вы можете просто заново зарегистрироваться еще раз. На самом деле, этот механизм, он позволяет вам держать вашу структуру живой и чтобы был еще такой приток проснувшихся клиентов. Бывает, что люди в течение больше года ничего не покупают, а потом что-то захотели купить. Тогда, когда они к вам обращаются, вы их сможете зарегистрировать снова и таким образом они встают в самый низ вашей структуры. И их покупки учитываются всем партнерам, которые находятся выше. То есть, это полезно для всех. Такое омоложение структуры, освежение структуры. Итак, первое неиспоримое преимущество у нас нет обязательств. Почему есть обязательства в других компаниях? Потому что в других компаниях людям надо дать какую-то причину, какое-то обоснование, чтобы они покупали продукцию. То есть, в основном, именно за счет этой причины, этого обоснования другие сетевые компании живут и развиваются. Потому что люди обязаны покупать на какой-то товарооборот для того, чтобы быть в компании, чтобы у них оставался их ID, чтобы зарабатывать. Они обязаны что-то покупать. Если в тех компаниях убрать это обязательство, то не будет товарооборота. Наш товарооборот строится не на обязательствах, не на том, что кто-то обязан что-то купить, а потом это продать, а на том, что люди покупают только то, что они хотят купить, когда они хотят купить и сколько они хотят купить. И несмотря на это, товарооборот растет. Растет с каждым годом все больше и больше. Почему? Потому что у нас реализован принцип абсолютная цена, абсолютное качество. Что это значит? Это значит предоставление товаров максимального качества, то есть суперхорошего качества по минимальным возможным ценам. Супернизкая цена на товар такого качества. То есть, другими словами, если взять товар в этом же сегменте качества и посмотреть на аналоги на рынке, они, как правило, в несколько раз дороже. В два, в пять, в десять раз дороже. И здесь самый простой пример, понятный, это зубные щетки. На зубных щетках становится более-менее всем понятно, потому что зубными щетками пользуются все люди. И у людей есть представление, сколько стоит более-менее нормальная, сносная или хорошая зубная щетка. Наша зубная щетка в среднем по миру стоит около одного доллара. Где-то чуть-чуть меньше, где-то чуть-чуть больше, но примерно в районе одного доллара. И это гораздо меньше, чем аналоги, даже язык не поворачивается сказать это слово, чем просто хорошие щетки. Большую часть своей сознательной жизни я покупал зубные щетки в среднем в районе за 10 долларов различные. И наша щетка за 1 доллар, она лучше, чем то, что я покупал за 10 долларов. Она и служит дольше, она изготовлена с использованием инновационных технологий, которые другие щетки себе не позволяли. То есть если в других щетках там идет коммерческое привлечение, если посмотреть на другие щетки, они все время меняют свой дизайн, меняется ручка, меняется расцветка, все меняется. У нас за 13 лет существования компании дизайн не меняется. Новые щетки появляются, детская щетка появилась, скоро появится экологически чистая зубная щетка из бамбука. Но дизайн самой нашей щетки не меняется за эти 13 лет. Почему? Потому что дизайн наших ротовых полосей тоже не меняется. Зачем же менять дизайн? Просто в других компаниях и так построен маркетинг, чтобы привлечь клиентов. Потому что клиент купил зубную щетку, потому что она ему понравилась. Какие-то, может, маркетинговые ходы, красивая щетка, красивая ручка, еще что-то. И все время что-то новое придумывают, чтобы привлекать. У нас же бизнес строится по-другому. У нас бизнес строится на том, что человек один раз попробовал, и все, он становится лояльным покупателем, просто всю жизнь покупает. Благодаря этому, благодаря тому, что у нас не на продажах строится основная наша мысль нашего бизнеса, а на построении лояльной сети потребителей. То, что люди покупают сейчас и будут покупать всю свою жизнь. За счет этого мы выходим на большие объемы. Объемы все время растут. И за счет того, что мы закупаем сырье сразу для изготовления товаров, платим вперед за изготовление. Если кто не знает, большинство компаний платят немножко постфактум. Сначала продукция произведется, потом часть продукции продается, потом частями оплачивается стоимость продукции. Мы оплачиваем производство сразу и оплачиваем производство в больших объемах, в огромных партиях. И, соответственно, продаем в больших партиях. За счет чего? За счет того, что низкая цена, качество шикарное, и люди во многом экономят деньги, покупая нашу продукцию. За счет этого принципа абсолютная цена, абсолютное качество. То есть принцип абсолютная цена, абсолютное качество позволяет людям экономить свои финансы, семейный бюджет, потому что приобретая продукты более лучшего качества, вы получаете лучшие результаты. При этом вы платите примерно столько, сколько платили, может быть, за продукты низшего качества. Вот этот принцип, он становится максимально понятен тогда, когда люди пробуют продукцию. Вот на словах объяснять, может быть, не так просто, говорить много слов, но достаточно попробовать продукцию и убедиться самому, насколько она действительно классная. Так как наш бизнес строится не на однократной продаже. У компании нет никаких причин, никакого стимула кого-то как-то обманывать. Наши отношения с нашими потребителями строятся на протяжении всей жизни. Поэтому наша самая главная цель, философия продукции в нашей компании – дать максимум пользы человеку, чтобы человек получил эту пользу для себя и стал лояльным потребителем на всю жизнь. И привел потом еще большое количество других лояльных потребителей. Именно потому, что этот принцип на 100% реализован, наша компания такая успешная. Именно поэтому у нас нет никаких обязательств, нет никаких обязаловок, то, что надо покупать. Люди покупают, потому что они хотят покупать. Потому что абсолютная цена, абсолютное качество. Если у кого-то по ходу дела возникают какие-то вопросы, у вас есть возможность их задавать. Это, наверное, главное преимущество – находиться именно во время прямого эфира. Потому что есть связь со спикером. Третье – абсолютная система. Помимо абсолютной цены и качества у нас есть такое понятие, как абсолютная система. Это непосредственно наш маркетинг-план и сама система, через которую он реализован. Это техническая составляющая, это двигатель, это локомотив нашего бизнеса, нашего успеха. У нас огромные сервера, которые сопоставимы серверами топовых интернет-платформ. И наши сервера работают практически бесперебойно. Да, бывают какие-то технические работы. Но вот наша система, она работает ежесекундно по всему миру, как единый организм. И все, что происходит в вашей структуре, вы видите в режиме реального времени. Все покупки, все, что происходит, заработок, вся система, все цифры, все товарообороты – вы видите все это в режиме реального времени. И у вас есть возможность еще это как-то корректировать, как-то контролировать. Как? Мы сегодня не говорим о том, как. Мы сегодня говорим почему. Почему это реализовано? Для того, чтобы реализовать другие принципы, о которых я тоже сейчас расскажу. И чтобы добиваться таких результатов по всему миру. Один из главных принципов, который реализуется через абсолютную систему – это то, что у нас нет никаких ограничений по структуре. То есть вы свою структуру можете строить до бесконечности. Ваша структура может расти без каких-либо ограничений. И если кто-то не знает, но в других компаниях, как правило, бывают достаточно часто ограничения, особенно в бинарах. Ограничения какого рода? То, что несколько уровней партнеров могут быть вашими партнерами, а все, что ниже, уже не ваши партнеры. У нас неважно, кто привел партнера. Если главный партнер под вами находится, он ваш партнер на 100%. Неважно, на какой глубине и на какой ширине он находится. Во многих компаниях есть такое понятие, как личник. Человек, который лично зарегистрировал кого-то. И бывает то, что с личника человек имеет больше интереса, больше выгоды, больше прибыли. У нас такого понятия нет. У нас неважно, как партнер оказался в вашей структуре, он ваш партнер. В любом случае. И все, что он делает, все его покупки, все его усилия, вся его работа на 100% засчитывается вам. Ваш групповой товарооборот, ваш общий командный зачет вашей структуры. Это огромное преимущество перед другими компаниями. Следующий принцип, который реализуется через нашу абсолютную систему, это единый глобальный сервер. Такого я не видел тоже нигде. Что это значит? Это значит то, что у нас единый глобальный сервер. То есть, находясь в любой точке мира, вы можете развивать наш бизнес в любой точке мира. Из любой точки мира в любой точке мира. Благодаря этому реализуются и остальные принципы, о которых мы сейчас поговорим. Например, мы начали этот бизнес с казахстанским паспортом, находясь в Южной Корее, имея какие-то корейские документы. Потом мы развивали этот бизнес, получается, из Кореи в СНГ. Потом мы из СНГ развивали этот бизнес и в СНГ, и в излежащих странах, и в зарубежных. Сейчас мы вернулись в Корею и продолжаем по всему миру этот бизнес развивать. И это уникальная возможность построить глобальный бизнес. То есть, неважно, в какой стране вы находитесь, если у вас есть возможность в этой стране уже зарабатывать, то вы можете развивать свой бизнес по всему миру. На данный момент около 50 стран имеют возможность зарабатывать вместе с Атоми. То есть, около 50 стран, жители этих стран, резиденты, уже могут развивать свой глобальный бизнес по всему миру. То есть, любой из этих стран в любой стране можно развивать бизнес. Помимо этого, 32 страны находятся сейчас на стадии предрегистрации. То есть, люди могут регистрироваться, занимать свое место в едином глобальном сервере. То есть, уже занимать свое место в этой системе, и уже будет расти структура. Уже будут накапливаться определенные баллы, и будет расти такой, формироваться прочный фундамент для будущего бизнеса. Эти 32 страны, которые находятся на подготовке, они откроются тоже в будущем. И люди, кто сейчас развиваются в этих странах, они будут занимать главные лидерские позиции, потому что у них уже будет и опыт, и структура для того, чтобы зарабатывать. И с каждым годом все больше и больше стран добавляется в этот список. Все больше стран открывается, то есть запускаются наши клубные интернет-магазины в нескольких странах каждый год. Вот в этом году у нас Бразилия запустилась, да, уже Монголия скоро запустится, Узбекистан запустится осенью, и Германия зимой, скорее всего, запустится. Вот, четыре страны. На следующий год тоже несколько стран запустится, и так каждый год открываются новые страны. Это, на самом деле, такая уникальная возможность, которая может быть не сразу понятна, и оценить, насколько это действительно круто, тоже может быть не так просто. Для того, чтобы построить глобальный бизнес, нужны колоссальные ресурсы. Нужно, там столько рисков, столько, вот если вы захотите просто построить какой-то глобальный бизнес сами, то помимо капиталовложений, помимо рисков, там столько много нюансов. У нас же нет каких-то забот в этом плане, то есть нам не нужно по этому поводу заморачиваться. У нас уже готовый глобальный бизнес, и мы уже можем его развивать. Это суперкруто. Таким образом, неважно, кто где родился, можно не привязываться ни к какой стране и построить бизнес, который не зависит ни от экономической картины в стране, ни от геополитической, ни от общей картины в мире, в принципе. Можно строить бизнес, который действительно антихрупкий и максимально надежный. Помимо этого, из этого аспекта вытекает еще много крутых нюансов, то, что появляется, у вас будут появляться партнеры, у вас будут появляться новые члены вашей большой бизнес-семьи, и у вас будет гораздо больше смысла путешествовать, посещать своих партнеров, своих любимых партнеров в различных странах по всему миру. Это тоже уникальная возможность. Шестое. Каждый может стать богатым. Это то, о чем я говорил в самом начале. С каким заделом, с какой мыслью создавался наш маркетинг-план. Это была одна из самых главных мыслей, которые нужно было реализовать. Как сделать так, чтобы каждый человек мог стать богатым? Это все то, что я уже сказал. Пять неоспоримых преимуществ. О каких преимуществах я говорил? Цена, абсолютное качество. То, что у нас абсолютная система и единый глобальный сервер. То, что у нас нет ограничений и нет никаких обязательств. Вот эти первые пять. Получается, неважно, какое экономическое состояние у человека, неважно, где он родился, где он живет, где он находится. Он может зарегистрироваться, и он может стать богатым. Во многих компаниях для того, чтобы начать, необходимо какое-то вложение. Иногда эти вложения существенные. Во многих компаниях вложения бывают тысячи, две тысячи, три тысячи долларов и больше. У нас необязательно. Нет такого обязательства. Помимо всего прочего, я всем рекомендую изучить маркетинг-план хорошо. Потому что наш маркетинг-план, в нем есть определенные ограничения и условия. Но все эти ограничения и условия, они как раз-таки построены таким образом, чтобы каждый мог стать богатым. Даже если человек не может ничего купить, он все равно может стать богатым и стать империал-мастером. То есть выйти на максимальный уровень дохода, на максимальный статус. И когда я встречаю людей, которые говорят то, что дорого, то, что продукция наша ему дорога, и он не может ее позволить, у меня появляется стопроцентная уверенность и стопроцентный ответ, что, друг, тогда для тебя компания Atomi – золотая возможность. Потому что если ты не можешь ничего позволить из ассортимента нашей компании, если ты не можешь себе позволить даже зубную щетку за один доллар, то ты, скорее всего, занимаешься чем-то не тем. Возможно, то, чем ты занимаешься, не приносит тебе минимального необходимого дохода для более-менее комфортной жизни. Как раз-таки благодаря компании Atomi ты можешь построить себе такую жизнь. Поэтому если кто-то не может позволить продукцию, у этого человека просто нет никаких отговорок, каких-то причин, чтобы не заниматься этим бизнесом. А наоборот, есть все причины, чтобы всерьез заняться, бросить все то, чем он занимается, и с головой погрузиться в наш бизнес. Почему же каждый может стать богатым? Помимо всех тех принципов, что я уже озвучил. Потому что маркетинг-план, еще раз я повторюсь, построен таким образом. Можно сказать, забираем у богатых и отдаем начинающим. В нашем маркетинг-плане есть предел. Есть несколько видов дохода, и основной доход, который высчитывается за счет группового товарооборота, то есть за счет покупок людей, которые совершают в вашей структуре. Есть предел. И вот мы сегодня встречались с империал-мастером, и империал-мастер объяснял, что она по этому виду дохода получает столько же, сколько наши прямые спонсоры. Хотя у нее проходит товарооборот гораздо больше. У нее проходит товарооборот щебок. Так получается, ирок это 100 миллиард. Получается, более миллиона долларов товарооборот у нее проходит ежедневно. Но она получает по этому виду дохода столько же денег, сколько наши прямые спонсоры. И любой человек, когда бы он не начал этот бизнес, может сравняться с теми людьми, которые начали развивать этот бизнес в самом начале, с первого дня существования компании. То есть каждый человек, кто из вас даже еще если не начал этот бизнес, может дойти до этого уровня дохода и сравняться. Почему? Потому что если вы начнете изучать маркетинг-план, заметите, что там нет каких-то конкретных цифр. Там есть, может быть, какие-то непонятные моменты для начала. Кто не сильно разбирается в математике, может быть, будет не так-то просто понять. Но вкратце суть в чем? То, что есть определенные формулы, и мы получаем доход в процентах, как долевики компании, как акционеры, в зависимости от того, какой вклад мы привнесли в общую прибыль компании. И это очень круто и очень справедливо, что система еще построена таким образом, что именно новички получают больше. Новички делают, может быть, меньше вклад, чтобы компания получила прибыль, но именно благодаря новичкам компания развивается и получает прибыль. Поэтому новичкам дается больше в процентном соотношении. А вот этот доход, который могли бы получать вверхи, получается топ-лидеры, он опускается вниз и распределяется между всеми равномерно. Благодаря тому, что есть вот этот предел, у нас нет пирамидальной системы выплат денег. У нас выплата денег идет по трапеции. Если представьте, вот эту пирамидальную систему выплат. Кто-нибудь видел, может быть, в сети много таких картинок, то, что вот 1% людей, кто находится в топе в сетевых компаниях, получают 90-95% всех денег, всей прибыли. У нас такого принципа нет. У нас, получается, есть вот этот предел, который из пирамиды превращается в систему выплат в трапецию. И вот люди доходят до определенного предела по этим выплатам и выше этого предела они могут подняться. А все, что они могли бы зарабатывать больше, выше этого предела, наоборот, опускается вниз. Этот принцип мне просто, на самом деле, снес голову в свое время. Когда я разобрался, как все это работает, я понял то, что я впервые в жизни нашел что-то справедливое. И у меня последняя, наверное, моя отговорка, почему я этим заниматься не буду, просто растаяло в воздухе. Седьмое. Реальность успеха. Этот момент тоже, может быть, не очень понятен сразу, но уже благодаря нашему опыту наблюдений, реальность успеха в нашей компании, она действительно реальна. Что это значит? Если посмотреть на другие сетевые компании, то там достаточно трудно стать лидером и даже практически невозможно. Большинство людей работают за идею, за идею изменить свою жизнь. Они верят, они работают, но очень маленький процент достигает успеха. В нашей компании, если посмотреть, процент лидеров, он гораздо больше. И количество лидеров растет. Лидеры – это кто? О ком я сейчас говорю? Я говорю сейчас о топ-лидерах, кто зарабатывает уже сотни тысяч долларов в год. И таких людей становится все больше и больше. И если присмотреться к этим людям, то это обычные люди. То есть это не какие-то сверхлюди со сверхквалификациями, с какими-то большими финансовыми капиталами. Нет. Это обычные люди. Мы с моей супругой являемся топ-лидерами всего СНГ. Но у нас нет опыта в сетевом бизнесе. Моя супруга – преподаватель английского языка. Я последние три года до начала бизнеса Атоми преподавал русский язык, хотя айтишник. У нас нет никакого опыта успешного в предпринимательстве. И стартовый капитал, когда мы начали этот бизнес, был 40 долларов. На банковском счету у меня лежало 40 долларов, когда мы только начинали. И тогда я практически ничего не мог себе позволить в компании Атоми, потому что денег в основном только на еду хватало. Но мы начали именно с тех продуктов, которые мы и так потребляем. Зубные щетки, средства для посуды, какие-то перчатки для уборки. То есть то, что мы и так покупаем, мы стали покупать здесь. И именно тогда я начал замечать, для меня запало именно то, что когда я увидел, кто топ-лидеры компании. Это в основном обычные люди, люди в возрасте, люди, которые неуверенно чувствуют себя на сцене, забывают слова, не могут даже прочитать текст. Для меня это стало тоже большим плюсом. Потому что до этого момента, до знакомства с компанией Атоми, для меня образ успешного сетевика был таким чем-то шаблоном. Такой человек в таком костюме отутюженном, который очень красиво говорит, за которым хотят идти толпы людей, который умеет мотивировать, который даже, знаете, такой немножко нейролингвопрограммист, то есть который может внушать определенные вещи людям. И поэтому я себя никогда не видел сетевиком, никогда не видел, что я смогу заниматься сетевым бизнесом. Здесь же успеха добиваются обычные люди, и количество этих людей, кто зарабатывает сотню тысяч долларов в год, растет все больше, больше и больше. Здесь успех действительно реален. Не для единиц, а для каждого человека. Это вопрос во времени и вопрос в приложенных усилиях. Вот, есть два нюанса. Приложенные усилия, помноженные на время. Но успеха может добиться действительно каждый. Здесь обычно я говорю людям не верить ни на слово, а принимать во внимание и потом в этом разбираться. Но для того, чтобы понять, насколько успех действительно реален у нас, а для этого нужно время. Поэтому именно вот в этом аспекте я рекомендую вам поверить на слово, но разбираться, что это действительно так. Смотреть, кто добивается успеха. И время здесь ключевой аспект. То, что компания Atomi на рынке СНГ очень молодая компания. И очень трудно пока оценить масштабы, потому что у нас бизнес строится не за считанные дни месяца, а всю жизнь. И вот, если посмотреть на Южную Корею, здесь уже видно, здесь уже ощущаются эти масштабы как нигде. Когда мы видим то, что сотни людей уже зарабатывают сотни тысяч долларов и более в год. И действительно это очень вдохновляет. И я повторюсь, это обычные люди. Так, ладно, двигаемся дальше. Восемь. Нацеленность на потребителей. Это один из основных аспектов нашего бизнеса. Это то, что у нас идет нацеленность на потребителей. То есть, каждый потребитель в первую очередь выигрывает от того, что он потребитель. Для того, чтобы понять, насколько действительно компания сетевая соответствует идеалу сетевого бизнеса, нужно задать два вопроса. Покупал бы ли я эту продукцию, если бы я не мог здесь зарабатывать? И советовал бы я покупать эту продукцию своим близким и родным? Как бы в Атоме оба ответа однозначны «да». Потому что мы действительно обожаем нашу продукцию. Вот к нам приходят гости, когда люди, они говорят то, что вы действительно любите продукцию. Потому что у нас тут все Атоме. Если посмотреть на лидеров нашей компании, у них все Атоме. То есть, они покупают продукцию Атоме, потому что она действительно классная. Почему это примечательно? Потому что многие лидеры в других сетевых компаниях, зарабатывая большие деньги, они перестают покупать продукцию своей компании. Они начинают покупать продукцию других компаний. Мы же так не делаем, потому что лучше продукции мы не знаем. И когда появляется какой-то новый продукт, мы стремимся его купить. У нас, как у потребителей, стопроцентное доверие компании. Вообще, с доверием лично у меня не так-то все просто. Я не верю практически никому и ничего с самого начала. То есть, я не то, чтобы сразу все отрицаю, но сразу все ставлю под сомнение. Что бы ни говорили, какие бы доводы ни приводили, я обычно думаю, как? Возможно, это так. Но, возможно, это не так. Что касается компании Атоме, я тоже не сразу во все поверил. Тоже ставил все под сомнение. Но попробовав продукцию, оценив ее качество, постепенно-постепенно формировалось доверие. Мне понадобилось, наверное, где-то полгода, чтобы я начал уже доверять компании не на 100%, но уже где-то процентов на 90%. Но сегодня я доверяю компании полностью на 100%, потому что продукция, которая производится у нас, она действительно производится для потребителей. Не для дистрибьюторов. Не для того, чтобы кто-то продал и заработал. А для того, чтобы потребитель купил и получил выгоду. Выгоду в цене, выгоду в качестве, выгоду в результате. Наша продукция нацелена на то, чтобы сделать людей красивее, здоровее и богаче. Эти три принципа реализуются благодаря покупкам, которые люди совершают. Опять-таки, благодаря не продажам, а именно покупкам. И именно благодаря тому, что есть нацеленность на потребителей, реализуются все остальные принципы. И именно благодаря этому компания такая успешная. Двигаемся дальше. Надежный менеджмент, надежная компания. Компания Атомии можно не сомневаться, потому что компания построена на прочной идеологии и философии, которая заботится о душе человека, заботится о благосостоянии. И в целом человеческие ценности ставит на первый план. Это очень хорошо просвечивается в дивизии компании. Это очень хорошо просвечивается во всей идеологии и в посыле, который идет от самого председателя компании, от всех сотрудников. И вся эта философия, она пропитана прочно. Даже в маркетинг-плане, если посмотреть, как построен маркетинг-план и как построена компания, какие принципы. Маркетинг-план у нас в принципе не менялся. Нет никакой причины менять маркетинг-план с основания компании. И помимо всего прочего, наша компания получает признание от правительства, от государства Южной Кореи. С каждым годом все больше и больше. Получается, наша компания вошла в список топовых компаний в плане менеджмента в Корее. В Корее репутация безупречная. Коэффициент возврата потребителей на корейском рынке самый маленький именно у нас на всем рынке. Несмотря на то, что в Корее очень вредные потребители и в Корее очень легко вернуть товар. Получается, можно бесплатно вернуть товар и получить полный возврат средств. И при этом на самый маленький процент. В нашем менеджменте можно не переживать. И сами законы Южной Кореи защищают нас, как дистрибьюторов потребителей, от каких-то изменений не в нашу сторону. И благодаря всему этому складывается общая картина. То, что это действительно надежная компания, которой можно верить. Которая не подведет нас. Потому что, как я говорил, принцип компании, если рассматривать именно, как формируется прибыль, как формируется товарооборот, это лояльность потребителей. А лояльность, она зависит от репутации. От репутации компании. От того, что компания говорит, что компания делает и как она соответствует принципу абсолютно цена и качество. Так как все эти принципы реализованы на 100%, так как мы видим максимально прозрачный менеджмент, все цифры, все отчеты в полном доступе. В Южной Корее так работают законы. Что касается сетевых компаний, в открытых официальных источниках можно посмотреть на все цифры, на товарообороты, на выплаты. То есть мы все это видим. Мы знаем даже, сколько зарабатывает денег руководство. Как бы в других странах, по-моему, такого нет. То есть мы можем узнать, кто сколько зарабатывает, кто сколько получает, какой товарооборот у компании, сколько компаний выплатила денег дистрибьюторам, сколько компаний денег оставила себе на распределение зарплаты и других расходов. То есть это все максимально прозрачно. И когда ты вникаешь в все это, когда ты общаешься с руководством, когда ты общаешься с сотрудниками компаний, у тебя появляется тоже 100% уверенность в менеджменте и в самой компании. Для меня это огромный плюс, потому что нет какого-то страха, что тебя могут обмануть. Далее. Отсюда формируется твердая уверенность, что Атоми – это бизнес на всю жизнь. Это тот бизнес, которым можно и нужно заниматься всю жизнь. Лично это мое кредо, это мой путь, потому что помимо бизнеса, помимо кропотливой работы, помимо огромных физических может быть усилий, помимо умственных усилий, каких-то финансовых может быть затрат в плане развития команды, поддержки команды, мы получаем от этого бизнеса гораздо больше, чем мы вкладываем в этот бизнес. То есть мы вкладываем в себя, мы вкладываем в свое время, но что мы получаем взамен? Помимо денег, что тоже, конечно, круто, потому что деньги – это инструмент, чтобы зарабатывать еще больше денег и инструмент строить комфортную жизнь для себя и для своих близких. Но мы получаем гораздо больше, чем деньги. Мы получаем возможности помогать людям в той или иной степени. Конечно, в первую очередь успех каждого человека зависит от самого человека, но в какой-то степени, в каком-то небольшом проценте мы можем помочь людям добиваться успеха, добиваться результатов. И получаем благодарность людей. И благодарность людей здесь даже не главная, а главное, самое главное для меня, когда мы видим, как меняются жизни наших партнеров, когда партнеры начинают зарабатывать в десятки раз больше, чем они зарабатывали до этого всю свою жизнь. Это ни с чем не сравнится. Когда ты понимаешь, что ты причастен к тому, что человек смог изменить свою жизнь, ты понимаешь, что ты живешь не зря. Каждый человек может найти в компании Атоми то, что он хочет найти. Это тоже стопроцентная правда. И лично мы для себя нашли все, что мы искали. Посвящая себя бизнесу в компании Атоми, я реализую все, что для меня необходимо в этой жизни. И дальше больше. То есть бизнес в Атоме – это не тот бизнес, который можно строить только чуть-чуть. Это бизнес, который действительно можно строить всю жизнь. И не переживать, что что-то вы можете потерять. Если кто-то сталкивался с этим, кто-то занимается предпринимательством или не занимался, в предпринимательстве всегда огромные риски. И большинство предпринимателей, они прогорают. Когда начинают новое дело, трое из четырех, они прогорают. То есть это всегда риски. У нас этих рисков нет, потому что за нас, для нас уже все продумано, на блюдечке преподнесено. Вся уникальная система – это новшество. Никакая другая компания не работала по таким принципам. Абсолютная цена, абсолютно качество, абсолютная система, единый глобальный сервер. Мы первые, кто привносит такие понятия. И так как мы первые, мы передовые в этом плане. Сейчас другие компании, весь мир наблюдает и изучает наш кейс. Определенно будут последователи, но пока они будут, мы уже будем далеко впереди. Еще раз повторюсь, что Атоми – это бизнес на всю жизнь. Конечно, каждый сам выбирает, как он этот бизнес будет строить. Кто-то, может быть, не будет всю жизнь строить. На определенном этапе можно этот бизнес уже не строить, он уже сам себя будет строить. Но можно строить этот бизнес всю жизнь определенно. Двигаемся дальше. Этот бизнес более чем на сто лет. Что это значит? У самой компании прописаны планы вперед более чем на сто лет. И наш бизнес, он тоже будет жить более ста лет. Это нужно четко понимать. Потому что то, что вы делаете сейчас, бизнес, который вы развиваете, ваш ID, он будет жить более ста лет. Потому что мы можем на три поколения передавать наш ID в наследство. Это огромная возможность, огромный плюс. То есть понимаете, то, что даже когда нас не станет, та работа, которую мы проделали, наш бизнес, он все равно будет расти, жить и развиваться и приносить пользу нашим потомкам. Меня эта мысль тоже очень греет. Это замечательный, огромный бонус. То, что после меня действительно останется что-то не только неощутимое, а что-то, что можно действительно потрогать руками. То, что мои потомки будут получать прибыль от моего бизнеса, который я строю сейчас. Поэтому это не только бизнес на всю жизнь. Это бизнес более чем на сто лет вперед. Следующее преимущество – это актуальность нашего бизнеса. Сейчас наступает век интернет-платформ. И наш бизнес – это и есть интернет-платформа. Это интернет-платформа для предпринимательства. Есть такое определение даже в российском филиале. То, что Atomi – это больше не сетевая компания, а это действительно онлайн-платформа для предпринимателей. Потому что весь бизнес может развиваться в интернете и помещаться просто в телефон. В вашем телефоне может находиться весь бизнес. И все, что вам нужно – это доступ в интернет, чтобы строить этот бизнес по всему миру. Помимо того, что это интернет-платформа, сами товары, которые мы реализуем, они всегда будут нужны людям. Не важно, что будет в мире происходить. Сейчас в мире идет роботизация, идет промышленная революция. То, что люди сейчас теряют свои какие-то позиции. Многие вещи становятся ненужными. Вот сейчас в Корее, если посмотреть, очень много самообслуживания. Сейчас все меньше и меньше появляются сотрудников в сфере обслуживания заправочных станций, продавцы магазинов. Их убирают. Сейчас многие люди уже сами себя обслуживают. И чем дальше, тем больше будет развиваться эта тенденция. Сотрудники банка скоро будут ненужны. Продавцы, может быть, уже тоже скоро будут ненужны. Количество рабочих мест сокращается. В общем, многие продукты уже будут ненужны. Но продукты питания, продукты для здоровья, продукты для красоты – они будут нужны всегда. Потому что это такие, можно сказать, расходники, которые нужны нам, людям, как потребителям. И именно такие товары предоставляет наша компания. Понятные товары, которые нужны людям. Каждый человек будет все равно чистить зубы, умываться. И мы предоставляем эти товары. Мыло, зубные щетки, зубные пасты, витамины, БАДы. Витамины БАДы, они тоже, чем дальше, тем больше возникает в них потребность. Есть актуальность и потребность. Что творится с миром, что творится с экологией. Страшно подумать, что будет через тысячу лет. Уже без БАДов представить какую-то полноценную здоровую жизнь уже будет скоро, я думаю, невозможно. И мы как раз предоставляем эти товары. То есть наш бизнес, он актуален, как никогда. В период пандемии мы это ощутили на 100%. Когда малый бизнес, когда многие предприятия стали заморожены, люди стали банкротиться. Очень многие люди. А наш бизнес, он рос и процветал. Потому что интернет у нас оставался. Потребность продуктов для здоровья повышается. Люди сидят дома, еще больше пользуются мылом, еще больше чистят зубы. И поэтому растет товарооборот, растет потребность. И у людей появляется время, чтобы посмотреть, какие есть другие варианты. Потому что у многих людей наступил кризис, а кризис – это всегда время для возможностей. И именно тогда многие люди почувствовали, насколько наш бизнес актуален. Актуальность – это один из наших главных козырей. Тринадцатое – золотое время. Сейчас идет золотое время развития нашей компании. Потому что компания находится именно на стадии развития. Первое время, первый этап развития компании, можно оценить, наверное, первые пять лет, это был самый сложный этап, этап, когда никто не верил, практически никто не мог поверить, что у компании что-то получится. Потому что мы начинали без какой-то финансовой поддержки, без какого-то большого стартового капитала, а была только идея. Идея и всего два продукта. И основатель компании, первые дистрибьюторы, они эту идею нанесли в своем сердце и доносили до людей. И людям надо было верить, без каких-либо фактов, просто верить, что это может сработать. Идея вот этого абсолютной цены, абсолютного качества, что не заряжая на товарах высокого качества, можно зарабатывать большие деньги. Идея того, что каждый человек может стать богатым. То есть не идея того, чтобы заработать самому, а идея того, чтобы дать возможность стать богатым всем людям. То есть, действительно, такой идеи я не встречал раньше. И вот первые пять лет, это действительно было время страхов, испытаний, сложностей, когда было очень непросто развиваться. Компанию тогда никто не знал. Вот с нуля поднималась компания. Сейчас же, когда... Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем безупречную репутацию компании. Мы имеем уже 50 стран по всему миру, которые могут зарабатывать. Мы имеем огромное количество товаров и все больше и больше товаров каждый год. Мы имеем огромные ресурсы. У нас просто все карты уже на руках розданы. То есть раньше не было ничего того, что есть сейчас. И почему я подчеркиваю, что это золотое время? Потому что еще мало кто знает о нашей компании. Даже в тех странах, в которые компания вошла, маленький процент людей знает о нашей компании. Если мы смотрим на Южную Корею, то здесь достаточно много кто уже знает о компании. Развиваться в Южной Корее можно, но непросто. Здесь тоже достаточно много, кого можно зарегистрировать, но гораздо сложнее, чем в других странах. И благодаря тому, что в других странах практически никто не знает, и благодаря тому, что еще большое количество стран будет открываться, у каждого человека есть возможность построить огромную команду за минимальное количество времени. Когда закончится золотое время, я не могу оценить. Возможно, еще 5 лет, возможно, 10 лет, может быть, 2-3 года. Это зависит от того, как быстро люди и как больше людей начнут понимать, насколько действительно сейчас золотое время и насколько сейчас дорого спать. Чем больше и быстрее люди будут это понимать, тем быстрее это время закончится. Но когда это время закончится? Когда в большинстве стран уже определенный процент людей будет знать о компании. Какой процент? Ну, может быть, 10-15%. Когда закончится золотое время, это не значит, что все, не заработать. Нет, можно будет заработать, но быстрее и больше будут зарабатывать именно те люди, которые в золотое время как можно больше семян посадили, как можно больше работы сделали. Те люди, которые будут начинать после того, как это золотое время закончится, они тоже смогут добиться максимальных результатов, но им понадобится больше времени и больше усилий. Поэтому сейчас золотое время и это действительно шикарная возможность. Суперсинергия. Это следующее преимущество, о котором я хочу поговорить. Что такое суперсинергия? Это один из принципов введения нашего бизнеса. Это то, как построен наш бизнес, как построен наш маркетинг-план. Суперсинергия. Что же это значит? Это значит, что здесь мы заинтересованы в росте друг друга. Партнеры заинтересованы в росте спонсоров и своих партнеров. Спонсоры, в свою очередь, заинтересованы в росте своих партнеров и своих спонсоров. И это идет во все стороны. То есть мы заинтересованы в том, чтобы развивались низы и чтобы росли верхи. Потому что из-за того, что развиваются низы, низы, это получается партнеры ваши, тот, кто ниже вас находится, За счет того, что они зарабатывают деньги, благодаря этому вы тоже зарабатываете больше денег. Для того, чтобы вам зарабатывать больше денег, необходимо, чтобы ваши партнеры зарабатывали больше денег. И если вы зарабатываете больше денег, ваши спонсоры зарабатывают больше денег. Если ваши спонсоры зарабатывают больше денег, они больше могут помогать вам. Если вы зарабатываете больше, то вы уже помогаете своим спонсорам, и у вас появляется больше инструментов, чтобы помогать своим партнерам. Таким образом, здесь все заинтересованы в росте друг друга. Мы заинтересованы даже в росте параллельных веток. И это тоже бывает не всем легко понять, но так как мы все находимся в единой системе, мы все в одном бинаре. То есть мы все находимся в одной структуре так или иначе. И другие ветки для нас параллельные ветки. Но если в параллельной ветке все идет хорошо, то человек, который объединяется этими ветками, то есть человек, который является спонсором и для этой ветки, и для той ветки, где находитесь вы, У него появляется больше инструментов для того, чтобы помогать своим партнерам, и если там дела идут хорошо, у этого человека появляется больше ресурсов, возможности помогать вам, и в целом, если в параллельной ветке дела идут хорошо, значит дела идут хорошо в вашем филиале, в вашей стране, а если в филиале идут дела хорошо, то есть мы заинтересованы в этом развитии со всех сторон, не только между партнерами и дистрибьюторами, но и чтобы у компании все было хорошо, и если у компании все хорошо, то и у нас все будет лучше, Потому что больше товаров, больше новинок, больше ассортимента, больше наличия товара. И все это развивается и движется в такой, знаете, как единый слаженный организм. Мы находимся в полном симбиозе друг с другом и с компанией. Почему? Потому что так построен маркетинг-план. Этот элемент суперсинергии реализован именно благодаря элементам нашего маркетинг-плана и тому, как распределяется прибыль нашей компании. То, что мы получаем в процентах. Простыми словами, 30% прибыли остается в компании, 70% распределяется между нами дистрибьюторами. И поэтому, чем больше зарабатывают дистрибьюторы, тем больше зарабатывает компания. Чем больше зарабатывает компания, тем больше зарабатывают дистрибьюторы. Мы в одной связке. И также построен маркетинг-план. Чем больше зарабатывают наши партнеры, тем больше зарабатываем мы. То есть все заинтересованы в росте друг друга. Благодаря этому реализуется принцип суперсинергии, когда мы можем как большая дружная команда развиваться И, опять-таки, благодаря этому принципу реализуются все другие принципы. Все взаимосвязано. Далее, справедливость. То, о чем я уже говорил, то, что Atomi это действительно первая компания, где я встретил справедливость в принципе. Как распределяются здесь деньги по процентам, это суперсправедливо. Как работает система, какие есть условия, какие правила игры, это, опять-таки, суперсправедливо. То, что каждый получает по заслугам. То, что компания, благодаря этому маркетинг-плану, она помогает именно новичкам и защищает от недоброжелателей. Наш маркетинг-план, он гениален. Действительно гениален. Чем лучше вы будете его понимать, тем больше вы будете его любить. Не любить маркетинг-план, понимая, в чем его прелесть, это просто невозможно. Справедливость здесь реализуется со всех сторон. Здесь неважно, когда вы пришли, вы можете зарабатывать столько же, сколько зарабатывают топ-лидеры компании. То есть, вы можете выйти на максимально возможный уровень дохода, сравняться с топ-лидерами компании. И даже если вы пришли позже других людей, это не значит, что вы будете меньше них зарабатывать. Вы можете обогнать многих людей, которые пришли до вас, если они еще не дошли до вот этого максимального предела. Если они, вот это знаете, как гора. У нас действительно можно посмотреть на наш доход, как на гору. Есть определенный пик, и на этом пике есть место для всех. И если человек забирается на эту гору, но еще не забрался, вы можете его обогнать, если будете забираться быстрее. То есть, даже если этот человек пришел раньше вас, даже если этот человек находится в структуре над вами, это не значит, что вы его не можете обогнать. Можете. И вот этот принцип того, что можно обогнать тех, кто находится над тобой, лично меня очень сильно замотивировал. И когда я разобрался в этом принципе, для меня стала цель обогнать всех тех, кто пришел раньше меня. То есть, вот есть у нас наш спонсор, который нас зарегистрировал, и он зарегистрировал нас. И вот здесь между нами и спонсором сотни, возможно, тысячи людей. И у меня стала большей целью всех их обогнать. Получается, сравняться с спонсорами и быть на одном уровне. Стать ключевым партнером для спонсора. И нам это удалось. То есть, это было моей целью, так как была четкая и ясная цель, появлялись и средства для реализации этой цели. Поэтому справедливость в нашем бизнесе во всем. И в выплатах, и во всем, что в принципе происходит. Так, движемся дальше. Шестнадцатое. Философия родителя и ребенка. Во многих компаниях, во многих малых компаниях, философия работы с партнерами похожа на философию дойной коровы. Вот эти обязательные закупы, это как раз-таки прямое олицетворение философии дойной коровы. То, что партнеры, которых регистрируют в этих компаниях, это как дойные коровы. И каждый месяц мы их доим с их молоком. Каждый месяц они должны закупаться на какую-то определенную сумму. И получается, чем больше у вас этих коров, тем больше вы зарабатываете. Если корова молоко не дает, корову убирают. Как бы это философия дойной коровы. У нас такой философии нет. В чем заключается суть философии родителя и ребенка? Точно так же, как родитель для ребенка желает развития, успеха, чтобы ребенок был счастливый, добился всего в этой жизни. Не ради родителя, а ради себя. Мы своим детям желаем лучшего. Точно так же мы желаем этого для партнеров. Чтобы партнеры развивались, добивались максимальных результатов не ради нас, не ради того, чтобы мы с этого что-то поимели, а ради себя. Потому что если мы будем думать о партнерах, это обернется в нашу сторону, и таким образом мы думаем о себе. Если же мы думаем только о себе, то в итоге получается такой парадокс, что в нашем бизнесе мы о себе наоборот не думаем. Для того, чтобы думать действительно о себе, надо думать о партнерах. Потому что если у партнеров все будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Если мы зациклены на себе, действительно, то нам надо перестать думать о себе и начать думать о партнерах. Тогда у нас все будет хорошо. Философия родителей и ребенка – это один из главных аспектов ведения нашего бизнеса. То, что мы кровно заинтересованы в том, чтобы у партнеров все было хорошо, чтобы они добивались успеха. И мы, как можем, стараемся им в этом помогать. Кто это понимает, тот быстрее добивается успеха и проще и легче строит отношения с партнерами. Далее. Семнадцатое. Экологичность нашего бизнеса. Наш бизнес максимально экологичный, прозрачный. У нас нет никакой нужды, необходимости, надобности людей где-то что-то обманывать, привирать, приукрашивать. Мы говорим по факту, мы говорим как есть, мы говорим свое честное мнение. И нет смысла врать. Мы говорим правду, и мы не приносим никакого вреда людям. За все ведение нашего бизнеса никто ни разу нам не предъявил, не обвинил, не сказал, зачем ты меня привел в эту компанию, зачем ты мне рассказал про эту компанию. Наоборот, мы получаем только благодарности. Не с честь, сколько благодарности мы за это время получили от людей. Благодарность за что? За то, что познакомились с такой шикарной продукцией, за то, что познакомились с компанией, за то, что привели в команду. За все это мы получаем благодарности снова и снова. Это экологичный бизнес в плане отношений с людьми. Если кто-то сталкивался с другими сетевыми компаниями, наверное, знает не понаслышке, то, что в других компаниях нет такой экологичности. Чаще всего отношения людей портятся, семьи рушатся, родственники, друзья перестают общаться друг с другом. Почему? Потому что в других сетевых компаниях, которые я знаю, чаще всего большинство людей теряет деньги. Потому что люди вкладывают, 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 и в итоге потом теряют деньги. Для того, чтобы кто-то что-то заработал, кто-то что-то должен вложить. Потому что, опять-таки, философия дойной коровы. Но так как у нас нацеленность на потребителей и те принципы, которые я уже озвучил, так как потребители сюда приходят и уже выигрывают как потребители, о каких ухудшениях отношений может идти речь? Люди только благодарны, потому что получают хорошие результаты, замечательная продукция. И меняются жизни, люди начинают зарабатывать, становятся красивее, здоровее, богаче. За это мы получаем только благодарности. Поэтому нет никакого страха рассказывать всем об этой компании. Нет никакого страха приводить сюда своих близких, своих родных, людей, которые мы любим. И, как говорит наш председатель, если у вас есть сердце, если вы вообще можете себя называть человеком, то вы обязательно всем своим близким в первую очередь расскажете о компании, в первую очередь их зарегистрируете, если вы человек. Потому что если вы нашли что-то хорошее, если вы действительно понимаете, насколько это хорошо, то у вас есть потребность, чтобы поделиться в первую очередь с теми людьми, которых вы любите. Вот. А если вы нашли что-то хорошее и ни о ком это не говорите, то вы очень плохой человек. Это как бы цитата из лекции нашего председателя. Так, ладно, двигаемся дальше. Восемнадцатое. Свобода. Для меня свобода всегда была одним из самых главных в жизни. И принцип свободы, он реализован на 100% тоже в нашей компании. Свобода в каком плане? Мы свободны развивать этот бизнес, как мы хотим. Есть маркетинг-план, но нам никто не говорит, как именно мы должны работать. Никто не указывает. Мы сами себе хозяева. Мы можем работать так, как мы хотим, так, как мы выбираем. Мы сами строим свой путь, строим свой режим. И мы делаем то, что мы хотим для достижения наших целей. То есть, никто нас не вынуждает что-то делать. И благодаря тому, что мы работаем в свободе, мы достигаем свободы. Свободы времени и свободы денег. Председатель тоже позавчера на большом семинаре раскрывал тему. То, что есть три основных вида богатства. Первое – это денежное богатство, которое легче всего добиться. То есть, чтобы стать денежно богатым, нужно, чтобы были деньги. Второе – это богатство на друзей. Богатство на друзей реализуется в нашей компании тоже на 100%, потому что наши партнеры становятся нашими друзьями. У нас строятся прочные дружеские отношения. Даже больше не дружеские, а как семейные отношения. То есть, этот принцип тоже реализуется. Столько друзей, такую прочную семью, как в нашей компании, вы навряд ли можете где-то еще построить. Почему? Потому что у нас очень экологичные отношения. Потому что мы кровно заинтересованы в росте и развитии друг друга, чтобы у всех все было хорошо. Третий вид богатства, который сложнее всего добиться – это богатство времени. Когда мы можем распоряжаться своим временем, как мы хотим. И это то богатство, которое тоже можно добиться в нашей компании. То есть, приобрести настоящую свободу. Финансовая свобода, свобода денег и свобода времени. Распоряжаемся временем, как хотим. Распоряжаемся деньгами, как хотим. И делаем, что хотим. Далее. Девятнадцатое. Социальная направленность. Для многих людей, в том числе и для нас, это играет огромную роль. То, что компания, она не заточена только на прибыли. То есть, нет вот этой направленности, только заработать, заработать и заработать. Мысль компании какая? То, о чем я говорил сегодня уже несколько раз. Дать возможность всем людям зарабатывать. Дать возможность каждому человеку в любой точке мира стать богатым. При этом, компания не говорит только об этом. Компания продолжает. То есть, здесь идет запятая. Став богатым, дай этому миру как можно больше. Мы в этом мире для того, чтобы сделать этот мир лучше. Чтобы после нас этот мир стал чуточку лучше. Если каждый человек привносит свой социальный вклад в этот мир, то мир становится лучше. Много людей нуждаются в помощи. И для нас одним из направлений в нашем бизнесе является по возможности помогать детям, как мы можем. Вот результаты нашей акции. Первая акция социальной направленностью. Это 3000 долларов, которые мы собрали вместе с лидерами. То есть, это часть нашего заработка, который мы отдаем на благотворительность, чтобы помочь детям. И это только начало. Дальше больше. И сама компания, она с самого момента основания, с первого года основания занимается благотворительностью. Несмотря на то, насколько трудно было развиваться в самом начале, все равно компания занималась благотворительностью и продолжает заниматься по сей день. В каждой стране, куда компания входит, компания старается помогать. В первую очередь женщинам и детям. И лидеры компании тоже идут вслед, привносят свой социальный вклад. Сам девиз компании, философия компании, лекции лидеров, они пропитаны вот этой социальной направленностью, вклад в общество, помощь людям. И мне эта направленность очень нравится и откликается. Потому что мы действительно можем сделать этот мир лучше. Это также является одной из наших главных целей развития бизнеса в компании Atomic. Двадцатое. Преимущество – резидуальный доход. Есть несколько видов доходов. Три основных. Один – это активный доход. То есть, когда вы что-то делаете, вы получаете деньги. Перестаете делать – перестаете получать деньги. Второй – это пассивный доход. То есть, вы ничего не делаете и получаете деньги. Третий вид дохода – это резидуальный доход. Это пассивный доход, который растет. То есть, вы ничего не делаете, а доход не только приходит, он еще и растет. Это тот принцип, которого можно добиться в нашей компании. Выйдя на определенный уровень, чтобы у вас был этот резидуальный доход, у вас должны быть лидеры третьего уровня. Это такой новый термин, еще сырое название, которое я ввожу. Завтра на планерке, наверное, буду более подробно объяснять, что это значит. Но когда у вас уже есть лидеры третьего уровня, вы уже, можно сказать, добились резидуального дохода. То есть даже если вы перестанете что-то делать, ваш доход будет только расти. И таким образом, главной задачей нашей становится, если мы смотрим, если главная ваша цель – это резидуальный доход, то ваша главная задача – взрастить лидеров третьего уровня. Как? Об этом мы поговорим на наших других встречах. Ну и 21 преимущество, то, что Atomi – это идеальная MLM-компания. Это идеальный глобальный бизнес. То есть это такая компания, которая должна быть в теории в MLM. Именно компания, которая позволяет любому человеку стать успешным и богатым. Вне зависимости от того, где он родился, как он вырос, что он знает, что он не знает, какими данными обладает, он может стать успешным. В нашей компании есть лидеры с ограниченными возможностями, кто не видит, кто не говорит, кто не ходит, но они все равно добиваются результатов и продолжают идти. Если вы видите, если вы умеете говорить и слышать и ходить, то у вас просто есть все, чтобы добиться успеха в этой компании. Если у вас даже чего-то из этого нет, вы все равно можете добиться всего в этой компании. И действительно, это идеальный глобальный бизнес, который соответствует всем трендам, всем критериям, всем движениям в мире. Все необходимое для развития компании придумано за нас, для нас и на блюдечке в готовом виде предподнесено. Наше дело просто все это переварить, разобраться, понять и действовать. Так, это 21 основное неоспоримое преимущество перед другими MLM-компанией. Теперь давайте чуть-чуть поговорим о нюансах АК «Подводные камни». Какие нюансы есть в нашем бизнесе? Первый нюанс – у нас нет быстрых легких денег. Быстрые легкие деньги, на мой взгляд, это чаще всего обман. Когда можно заработать быстро, когда можно заработать легко, когда вы кого-то обманываете. И вот есть такой термин, как финансовые пирамиды, они как раз-таки построены на принципе быстрого легкого заработка, когда можно за короткое время заработать хорошие деньги. У нас такого принципа нет. Большинство людей, если брать, сейчас я буду говорить абсолютно искренне, ничего не приукрашая, большинство людей, кто начинает работать в нашей компании, первое время зарабатывает либо очень мало, либо ничего не зарабатывает. Можно взять страны на предстарте, если рассмотреть. Есть у нас партнеры, которые на протяжении трех лет усердно работают, и при этом ничего еще не заработали, потому что компания еще не вошла на рынок. Но именно благодаря тому, что они делали эту работу на протяжении трех лет, компания заходит на рынок, они сразу начинают хорошо зарабатывать. Это факт. Так и будет. Чем больше человек работал, тем больше он результатов будет пожинать. У нас нет быстрых легких денег, у нас есть стабильный доход, который зависит от тех усилий, которые мы приложили, от тех семян, которые мы посадили, от той работы, которую мы проделали, помноженную на время, которую мы инвестировали в развитие нашего бизнеса. Здесь даже если вы за первый месяц зарегистрировались сегодня, и за первый месяц тысячу людей зарегистрировали, вы с этого не заработаете. То есть мы не зарабатываем с того, что мы кого-то регистрируем. Мы зарабатываем с того, что мы строим сеть лояльных потребителей. И мы не зарабатываем с того, что кто-то что-то один раз покупает. Даже если придет человек и купит на миллион долларов у вас продукцию, вы с этого не заработаете. Вы не зарабатываете с однократных продаж. Вы зарабатываете за счет долгосрочных, пожизненных, лояльных отношений между вашими клиентами и компанией. Вы зарабатываете за счет того, что в обе стороны идет выгода. Компания получает прибыль, потребители получают свою выгоду. За счет того, что эта структура строится бесконечно на протяжении всей жизни, строится ваш доход. Этот аспект может быть не так просто понять, не так просто в нем разобраться. И отсюда следующий нюанс. Не так просто понять. Не так просто понять, в чем же суть бизнеса. Не так просто разобраться. Соответственно, так как не так просто понять, легко сделать неправильные выводы. И на моей практике большинство людей в самом начале делает неправильный вывод, неправильный подсчет. Здесь, если считать и понять через цифры, нужно достаточно хорошо считать. Если считать поверхностно, очень легко сделать неправильные выводы. И если не обладать полной информацией, тоже очень легко сделать неправильные выводы. Здесь вступает как раз-таки в помощь ваши наставники, люди, которые вас пригласили, ваши спонсоры, которые обладают большим объемом информации и большим пониманием и, в общем, большей осознанностью. И вот это основная неоценимая помощь от наставника, которую наставник может вам дать. Это разобраться, дать вам возможность понять, сформировать ваше видение, чтобы вы понимали, куда вы можете прийти и, самое главное, как вы можете это сделать. Поэтому, так как непросто понять, мой посыл всем новичкам в самом начале – быть любознательным, изучать как можно больше информации, слушать как можно больше лекций, уроков, выступлений и с каждым разом понимать все больше и больше. По чуть-чуть, по чуть-чуть сформируется понимание. Если сформируется неправильное понимание, здесь на помощь нужно звать наставника, чтобы наставник мог какие-то вещи пояснять. Если вы что-то поняли, все равно нужно это наставнику озвучить, правильно ли вы поняли, на правильном льду пути. Третий нюанс – делаем сейчас результаты потом. Это тоже важно понять. Многие люди недооценивают тот вклад, ту работу, которую они делают сегодня, потому что они делают эту работу и не видят результатов. То, что мы делаем сегодня, как правило, мы за эти результаты получаем потом. Но за то, результаты, которые мы получаем потом, мы их начинаем получать всю свою жизнь. То есть от какого-то промежутка времени и уже до самого конца мы получаем эти результаты. То есть мы провели одну презентацию, и мы не видим никакого результата. Мы зарегистрировали там 100 людей, и мы не видим результата сейчас. Вот есть 100 людей новых регистраций, а где результаты? А результаты будут потом, когда люди созреют, когда сойдутся звезды, когда что-то люди поймут, когда придет какое-то понимание, когда человек попробует чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, получит больше результатов. Многие люди начинают строить бизнес через год, через два года, через пять лет после регистрации, когда постепенно формируется доверие, когда формируется видение. Понимание, доверие и видение у всех людей формируется с разной скоростью. Отсюда следующее. У каждого человека своя скорость и свой путь. Зачастую люди смотрят и сравнивают свои результаты с результатами других людей, и это неправильно. Потому что компания одна, маркетинг-план один, условия одни, но у каждого человека есть своя скорость и свой путь, которым он добивается успеха. И за разное количество времени разные люди добиваются одних и тех же результатов. Это важно понимать, что когда вы идете к успеху, нужно себя сравнивать не с другими людьми, а нужно себя сравнивать с собой вчера. То есть если вы сегодня лучше, чем вы вчера, вы на правильном пути. Значит, вы не определенно обязательно дойдете до своей цели. Если вы работаете, если вы развиваетесь, все будет. Своим путем вы добьетесь своего успеха со своей скоростью. Пятое. Наш бизнес – это бизнес больших чисел, что очень важно. И что еще важнее – это бизнес человеческих отношений. Очень важно развиваться в этом плане, очень важно находить общий язык с людьми. Если у вас не будет получаться находить общий язык с людьми, если у вас не будет получаться свое «я» задвигать на задний план, а на передний план ставить именно самого человека, вашего собеседника, его интересы, его жизнь, его успехи, то вы дольше будете идти к своему успеху. Если у вас будет это получаться, вы гораздо быстрее дойдете до результатов, потому что человеческие отношения в нашем бизнесе могут строиться всю жизнь, но разрушиться они могут одним поступком, одним словом, одной фразой. Вы можете месяцами строить эти отношения, но совершить какой-то один поступок и разрушить эти отношения. Разрушенные отношения восстанавливать гораздо сложнее. Поэтому моя рекомендация – не рушьте отношения. Это не значит, что нужно идти у человека на поводу. Я говорю не об этом. Я говорю о здоровых человеческих и бизнес-отношениях, когда обе стороны выигрывают. Не со всеми получится построить здоровые человеческие бизнес-отношения, когда есть соотношение «выиграл-выиграл». Потому что все люди разные, и у вас, скорее всего, не получится со всеми найти общий язык. Но это то, к чему нужно стремиться. Чем больше и лучше это будет у вас получаться, тем больше и быстрее вы будете добиваться результатов. И в заключение несколько выводов, которые я хочу сделать, подытожить сегодняшнюю встречу. Первое, друзья, вы уже большие счастливчики. То, что вы познакомились с компанией «Атоми». Вы находитесь в компании «Атоми». Вы зарегистрированы. У вас есть уже свое место в нашей огромной единой глобальной системе. У вас уже растет структура. Вы большие счастливчики. То, что вы одни из первых узнали о компании, большая часть населения Земли о компании не знает. И эта часть населения потенциально – это ваши будущие партнеры. Как сделать так, чтобы они стали вашими партнерами – это один из главных вопросов. Но самое главное – всегда нужно начинать с себя. То есть, если вы хотите добиться чего-то, каких-то результатов, всегда надо начинать с себя. «Я» – это первое условие для достижения успеха. У нас наш бизнес как построен? Идет сначала «я», потом «левая ветка», «правая ветка». Вот эти три главных составляющие. Развиваемся сами, развиваем нашу левую ветку, развиваем правую ветку, получаем результаты. И также вы большие счастливчики, что вы оказались, пожалуй, в самой лучшей команде. Как бы из всех команд, которые я знаю. Далее. Второе. «Наставничество» – наше все. То есть, если вы новички, вам нужно приклеиться к вашим наставникам, потому что ваши наставники, ваши спонсоры, они знают больше вашего, больше опыта, больше видения, больше понимания. Как можно больше информации получить от них. И стать наставником как можно для большего количества людей. За счет именно наставничества сокращается путь к успеху, и люди достигают больших результатов за кратчайшие сроки. Наставничество, друзья, это наше все. Третье. «Атоми» – это MLM-компания для всех живых людей. Наша целевая аудитория – это все живые люди. Да, этим все сказано. И напоследок, тот, кто пойдет и не остановится, тот обязательно дойдет. Тот, кто пойдет и не остановится, тот 100% дойдет до своей цели. Почему? Потому что в нашей компании есть все для этого. Все продумано, все придумано, все предоставлено. Так, на этом моя презентация.